Так, ну что ж, уважаемые коллеги, давайте с вами рассмотрим современные системы контроля и тестирования знаний. Я бы хотела рассказать про некоторые из них, про все, конечно, невозможно рассказать, но хотя бы такие самые основные, главное, бесплатные. Итак, первая система, которая используется очень многими, это, конечно, приложение Google, Google Forma. Напишите, пожалуйста, плюсики те, кто использует эту систему. Ну, отлично. Она на самом деле очень простая, но, к сожалению, расположена тоже непонятно где, хотя они, Google говорит, что часть серверов они разместили на территории Российской Федерации, но, в общем-то, какой-то гарантии абсолютно нет, и те, кто, так скажем, знает о законе о защите персональных данных, могут вам предъявить определенные претензии, потому что на самом деле нельзя использовать, но когда очень хочется. Тем не менее, очень легко создавать Google Forma, да, но вот я перед этим показала, да, что выбирается, вы должны завести аккаунт на gmail.com, затем выбрать вот такие приложения, в этом приложении выбрать диск, в диске нажать «Создать», у вас появится вот этот «Еще», выбираете Google Forma и дальше уже выбираете, там предлагается разный дизайн, такие вот варианты, выбираете новую форму, вставляете описание, название и вставляете ответы или вопросы, да. Очень легко, быстро все это создается, никаких особых знаний не требуется. Единственное, на что хочется обратить внимание, когда вы все это создаете, вы обратите внимание, что можно получать ответы в виде таблиц. Ну вот, например, мы очень часто, когда проводим свои онлайн-семинары по разным вопросам, мы просим заполнить анкеты участников семинара. И мы видим, допустим, вот мы запустили такую Google Forma, мы видим, что пришло 6 ответов на, так скажем, наши вопросы, коллеги откликнулись. Затем мы смотрим вот эту таблицу, и здесь написано, что вот на семинаре я специально убрала адреса электронные, это персональные данные. Значит, вот что люди пишут, да, там нам интересно понять, кто выступал, какие, так скажем, выступления были наиболее интересными. Соответственно, здесь может быть либо вопрос такой вот открытой формы, либо выбор, правильный, неправильный, у вас будет полная, так скажем, информация о том, кто как ответил. Очень удобно, и очень удобно особенно использовать для анкетирования всевозможного. Поэтому рекомендую, но предупреждаю, что, ну, пока вроде на это особо внимания не обращать, тем более сейчас, ну, в принципе, вот есть такая проблема. Если помимо просто вопросов вы хотите создать полноценный тест, есть несколько очень удобных систем для создания тестов. И я про некоторые из них расскажу вам. Вот очень мне понравилась вот эта система онлайн-тестпад. Кто ее использует, напишите, пожалуйста, плюсики. Эта система позволяет создавать не только тесты, опросы. Так, ничего тут кто-то, почему-то никто не пишет. Напишите, пожалуйста, если используете. Очень удобно создавать кроссворды, логические игры и заводить такие вот диалоги. Они себя сейчас позиционируют уже как система дистанционного обучения и тестирования. И это на самом деле абсолютно бесплатный сервис. Причем единственное его минус – это то, что появляется реклама. То есть они живут за счет рекламы, и поэтому вот такие, как говорится, мелочи надо будет пережить, перетерпеть. И сейчас я вам покажу вот конкретный пример, как мы делали тест в этой системе, в этой оболочке. И вы увидите такие вот тонкости, которые, допустим, не реализуются в Google формах. Есть какие-то вещи, которые в других тоже не реализуются. Мы изучили огромное количество систем. Нам нужно было создать очень четкую такую диагностическую программу для диагностики soft skills, таких мягких навыков. Ну и вот, значит, здесь внутри вы можете еще посмотреть вот всякие кроссворды самые разные, зайти. Есть уже готовые тесты, поэтому посмотрите то, что есть. Может быть, там свяжетесь с автором, что-то дополните, совместно создадите. Вообще, как-то вот не надо стесняться дружить с коллегами, потому что много всяких интересностей можно найти и, так скажем, сделать нечто новое, совместное. Ну вот у нас, допустим, тест, который мы создавали с коллегами, он идет на оценку развития ключевых компетенций. Честно говоря, поиск нужной оболочки занял достаточно много времени, анализ, потому что не всегда и не очевидны какие-то тонкие такие возможности. Здесь в чем была основная проблема? Мы создавали тест, который проходил бы следующим образом. Во-первых, у нас... Так, ну это у меня тут помощники, суфлеры. Значит, нам нужен был тест, который включал бы 55 вопросов, и эти 55 вопросов были бы разделены на 11 групп. То есть, как бы, 11 подтем, в каждой подтеме 5 вопросов. Но эти вопросы должны идти не последовательно, а в перемешку. И рейтинг считается по каждой подтеме. Вот эта тема содержит 5, 5, 5, 5, 5, и по каждой теме считается рейтинг. Вот сейчас я покажу, как мы это делаем. То есть, ну это сложное. Потом прямые, обратные. Каждый вопрос имеет свой балл, свой вес. Ну вот эта система как раз позволила нам это сделать. Значит, заходишь, ну вот у нас обложка, мы ее... На самом деле тест открыт, но мы его не выставляем там особо в общий доступ, он идет по ссылке. Есть вот такая основная ссылка. Значит, вопросов 58, но 3 вопроса там на IQ. Мы их сейчас отдельно просто сделали. Дальше, сколько человек прошло тестирование к настоящему моменту и когда мы это создали. И, соответственно, карточка теста – это психологический и тема soft skills, то есть диагностика универсальных навыков. Смотрим дальше. Допустим, вот как выглядит тест. Вопрос и ответы. Тот, кто отвечает, он не видит, сколько стоит каждый ответ, да, какой у каждого ответа рейтинг. Это потом все суммируется. Вот таких вот 55 вопросов первых. Дальше. Дальше мы смотрим внутри, в редакторе, как... Это наша работа. Помните, я вам говорила, я вам покажу, как можно картинки вставлять. Вот здесь на каждый вопрос можно загрузить картинку. На каждый ответ можно загрузить картинку. И если, как бы, есть такая потребность именно в формате картинок, то это, допустим, тоже очень удобно использовать. Так ведь? И вот посмотрите количество очков, ну или, как мы говорим, баллов. Да, вот если полностью не соответствует один. И это называется прямой вопрос, да, от одного до пяти. Но для того, чтобы человека, так скажем, не упрощать ему жизнь, часть будет звучать наоборот. То есть все то же самое будет, но на самом деле здесь будет балл 5, 4, 3, 2, 1. Понимаете, да? То есть можно сделать по-разному. И вот наша задача была составить именно такой тест. Я вот вам как раз показываю такой пример, как сложного теста. Он не простой, не просто там вопрос-ответ, да. У нас были определенные требования. Идея была такая, что soft skills – это универсальные навыки. Они включают в себя 11 основных навыков, и каждый навык должен диагностироваться в этом тесте. Но человек, когда отвечает, он не понимает, о каком навыке идет речь. Это повышает объективность его ответов. Поэтому так было сделано. Можно сделать настройки. Значит, показать номера вопросов можно. На первый вопрос он отвечает, на второй, на третий. Можно разрешать комментарии. Если есть ошибки, мало ли, там где-то буква какая-то пропущена тоже. Ну и как бы показывать, как отвечают на вопросы. Обязательно вставляем ответы на все вопросы. Можно перемещать варианты. Это не наш случай, потому что у нас там все это с баллами. Может сбиться. Ну и вот вы видите, что то, что мы выбрали, по кнопке «Завершить», «Выдавать подтверждение» и «Запретить изменение ответов». Ну вот это наши, да, допустим, вот основные настройки. Потом пошли настройки результата, в доступ. Пошли дальше. Настройки результата. Показать ответы на вопросы. Правильные не показываем. Наша задача не научить, а продиагностировать. Показать рейтинг результатов, каждый видит. Показать график. И блок отправки результата на e-mail. То есть все результаты. Человек заходит, регистрируется. Это российский сервер. Можно регистрироваться. Он прошел диагностику и он получил результаты на тот e-mail, который он указал. Мы, как авторы, тоже получаем полную аналитику результатов тестирования. Сейчас тоже покажу. Ну вот мы здесь по времени доступ, кодовое слово и так далее. То есть вот такие вот вещи мы не стали ставить. Ну и как внутри выглядят. Там на самом деле ниже. Просто я уже не стала все вставлять на скриншот. Ну, допустим, вот у нас вопросы на умение решать проблемы. Потом критическое мышление. И мы эти вопросы, видите, сюда вставили. Редактировать. Удалить. Смотрим. Вот, допустим, первое. Умение решать проблемы. Значит, здесь будет первый вопрос. Такой ответ. Такой, такой, такой и так далее. Здесь все мы собираем. То есть мы их выставили, а потом мы собрали в эту кучку. Затем, что он получает, тот, кто прошел диагностику, после того, как он ее прошел. Значит, в зависимости от числа баллов. Если он низкий балл набрал, ему пойдет вот этот комментарий. Выше, другой и так далее. Видите, еще и картинки можно там вставлять. Наверное, там можно улыбаться. Средние и как бы огорчение. То есть можно еще и всякие смайлики сюда вставлять. Ну, либо еще какие-то картинки вы придумываете сами по своему усмотрению. Значит, вот этот текст с рекомендациями можно заполнять как угодно. То есть мы просто даем ему как факт, что он прошел по диагностике. А вы можете давать там ссылку. Вот если ты плохо ответил, вот тебе надо прочесть такую-то главу, такого-то учебника, там выполнить то-то. Очень-очень удобная система, очень простая в освоении. Вот просто настоятельно рекомендую. Нам очень понравилось. Главное, бесплатная. Потому что мы несколько, так скажем, рассматривали вариантов. Уже хотели купить такую глобальную систему. Ну, вот это нам, она решила наши проблемы на самом деле. Значит, вот так выглядит пример о шифровке результатов. То есть то, о чем я говорила, как мы пишем на три варианта. Вот конкретный человек ответил. И вот такой вот результат с баллами и рекомендациями. Дальше. Дальше все это собирается в таблицу. Мы эту таблицу закачиваем. И, соответственно, мы видим, кто и как ответил на вопросы теста. И мы, когда раздавали участникам тестирования, у нас было такое совещание, как это практику, мастер-класс, да, где мы все это делали. И затем мы ректорам университетов раздавали потом отдельно вот эти таблички, чтобы они видели уровень, так скажем, своих студентов. Значит, что мы видим? Вот кто и как проходил тестирование, в каком месяце, сколько человек. И вот они, все результаты. Я специально фамилии здесь закрыла. А результаты выглядят вот так. Это внутри. То есть то, что я показывала, мы скачивали, все подсвечивали, там раздавали. А здесь вот такой конечный результат. Да, значит, вопрос. Как вы считаете, напишите там от одного до пяти, использовали бы вы такую вот систему при создании своих тестов? Там пять точно буду использовать, один там или ноль категорически не буду. Мне просто интересно, потому что действительно возможности такие необычные, с моей точки зрения. В итоге нам, конечно, пришлось разрабатывать свою систему, потому что нужно было ее на сайт поставить. Но вот для мгновенной, так скажем, для мгновенного создания теста, у нас уже все было разработано, вопросы, ответы, рекомендации, мы никак не могли найти, где бы нам это все разместить. Вот вы видите, такой необычный вариант. Да, спасибо. Ну, в общем, я надеюсь, что вы освоите это. Я вам показала, как это все достаточно просто. Я не смогу все, какие есть системы, рассказать. Да, я вот какие-то несколько таких интересных выбрала, с которыми сама лично знакома, сама работала. Но вот мне очень нравится веб-анкета. Кто из вас использовал? Использовал ее когда-либо. Напишите плюсики. Ну, вот с моей точки зрения, каким таким существенным недостатком является такой, мягко говоря, устаревший интерфейс, потом это сочетание цветов, там зеленый, оранжевый и желтый, все сразу. Вот. Я бы ее рекомендовала вам, если вы озабочены выполнением закона о защите персональных данных, в качестве замены Google-формы. Она все практически то же самое выполняет, но это российский, так скажем, программный продукт и тоже такой же очень-очень простой. Значит, там есть несколько ограничений в веб-анкете, о которых, честно признаюсь, мы не очень догадывались, когда полностью перенесли все анкетирование с Google-форм, перенесли мы только вот по одной причине, потому что нам не нравился, потому что, ну, закон есть закон, и у нас один из слушателей начал возмущаться, почему это вы меня там загоняете на Google-формы, это нельзя, это запрещено и так далее. Какие-то вот такие товарищи, они приводят к тому, что осваиваешь новые инструменты. И мы быстренько начали заполнять на веб-анкете. Фактически все то же самое, что в Google-формах. Ну, понятно, интерфейс немножко другой, тоже не сразу все поймешь, конечно. Вот некоторые коллеги, кто заполнял анкету на веб-анкете, и тех, кто на курсы к нам записывался, вот у нас там были проблемы. Мы вроде название поменяли, а внутри там осталось, мы скопировали старую анкету, как мы делали с коллегами регистрации на курс, и поставили. И вдруг там где-то вот изнутри стали выплывать другие названия, то есть мы поставили цифровые инструменты и сервисы в работе педагога. А так как скопирована была анкета с прошлого курса, мы ввели курс технологии инклюзивного образования в ВУЗе, и представляете, человек заполняет, а у него вдруг вот эти названия выплывают. Они пишут, а что вы нам там прислали? То есть, ну, правда, не сразу сообразишь, что нам это не видно, а тому, кто заполняет, вот оказывается, видно. Ну, тем не менее, вот вы видите, мы делали уже много таких анкет. Это даже не все. У меня несколько аккаунтов там мы на работе делали отдельно с коллегами. Ну, в общем, мне понравилось. На самом деле удобно, достаточно просто. Значит, можно скачать данные, так же, как вот в Google, да, форму, только там Google таблица выходит, а здесь тоже таблица, только сразу вы ее скачиваете в Excel, открываете. Значит, я еще говорил, что там еще есть некоторые тонкости, они как-то пишут, ну, так очень мелким шрифтом. У нас на курсах училось, зарегистрировалось в общем слушателей 305 человек тогда, когда вот мы проводили про инклюзивное образование. А веб-анкет позволяет регистрировать 200 бесплатно. Пожалуйста, вот на это обратите внимание, есть ли у вас такие глобальные курсы. И нам пришлось, когда мы уже поняли, что 200 они регистрируются, а мы их не видим, мы просто, ну, допустим, у нас там было уже 200 зарегистрировано, мы 100 человек скопировали, удалили, и остальные стали дальше регистрироваться. Потом у нас опять переполнение, мы опять скопировали. Ну, это, конечно, вот лишние как бы движения, они раздражают. Но, тем не менее, вот по закону все верно. Поэтому рекомендую тоже использовать, на самом деле, простая система. Можно адрес, допустим, мы когда принимали людей на курсы повышения квалификации, они прислали нам заявку, мы им вот этот адрес анкеты, они заходят и заполняют. В общем, здесь как-то так все более-менее понятно. Можно размещать в разных социальных сетях эти ссылки. Ну, и вот здесь видите 200 ответов, очистить результаты. В общем, мы так мучились с этими 200 для большого курса. Ну, еще несколько вам рекомендаций. Тоже попробуйте. Симпол, система, конструктор опросов и форм обратной связи, анкеты, голосование, тестирование. Тоже система, которой рекомендуется пользоваться. Есть еще вот такая система, и здесь тоже очень много тестов. И обратите внимание, что можно проходить без регистрации. Вот сейчас мы с вами настолько зарегистрированы в платформах, что просто уже, как говорится, глава кругом. Все эти пароли, логины, все это забывается. Здесь можно вот как бы так. И получение результатов по каждому человеку, по группам, создание графических вопросов, различные типы, ну и так далее. То есть вот еще такой тест. И, пожалуйста, смотрите, уже готовые решения можно использовать. Ну, и мой любимец, который все мечтаю пробировать через систему для вебинаров, это, конечно, Ментиметр. Очень необычная система. Да, я здесь оставляю видеоинструкцию, потому что я думаю, что кто-нибудь захочет осваивать. Кто его использует? Напишите, пожалуйста, плюсики. Кто использует Ментиметр? И еще раз подчеркну, что это вообще вот любимец-любимец. На самом деле никто, да? Ну, вот я рекомендую, сейчас расскажу, в чем его, так скажем, прелесть. Все-таки надеюсь, что будет нормальная связь, и мы с вами как-то на следующих вебинарах опробируем этот Ментиметр, потому что он, ну, действительно, я просто не знаю, как он на вебинарах, будет ли он действовать. Он очень интересный в процессе презентации проводить опросы. Там столько всяких вариантов вывода ответов, и это все настолько красочно выглядит, и всегда такая обратная связь интересная. Значит, нужно зайти по этому адресу, выбрать номер опроса. Когда вы создаете, вам этот номер генерируется. Тот, кто будет отвечать, он фактически берет компьютер, свой телефон, наводит на вот этот номер, в него вводит, должен быть загружен вот этот Ментиком. И что получается? Вот смотрите, значит, вот заходит человек, и здесь вы видите вопросы. Он выбирает, тот, кто отвечает вот с таким же телефоном, выбирает правильный ответ и нажимает. Вы в этот момент показываете презентацию. Это все в формате презентации у вас на экране. У него другой интерфейс. А у вас на экране, допустим, вот такой вот вариант. Человек задал вопрос и сделал такой, как облако тегов. Можно сделать в формате диаграммы, то есть мгновенные результаты ответов, но очень удобно вот с аудиторией такой работать. И одно дело, когда вот презентацию рассказываешь, показываешь, и другое дело, когда все время вопросы, и тут же вот такие ответы, и они очень симпатично там делаются. Можно разные варианты выплывания, диаграмма, там графики строятся. И это выглядит очень креативно, и для молодежи очень интересно. Вот у меня теперь задание для тех, кто у нас учится на курсах, значит, обязательно себе загрузить. И мы все-таки с вами проведем эксперимент. Попробуем. Может быть, получится на самом деле в дистанте, потому что я пробовал только вот в такой вот реальной аудитории. Это работает, конечно, очень здорово и очень креативно. Значит, ограничения какие? Там есть ограничения по количеству слайдов, по количеству презентаций на бесплатной версии. Есть платный вариант, там ограничений нет. И очень интересные варианты обратной связи. Итак, это презентация с обратной, с мгновенной обратной связью. Поэтому обратите на это внимание. Так, бесплатно? Нет, по-моему, не два. По-моему, четыре я делала. Или они уже уменьшили? Потому что я делала последний раз, наверное, презентацию месяца два назад на нем. Не более. Ну, в общем, тогда придется платить. Что-то больше мы как раз проводили мероприятия со студентами. Я делала нормально. Только два, да? Да, очень удобная система. Конечно, выглядит креативно. Ну, что ж, тогда будем использовать платный вариант, потому что на самом деле это интересно. Поэтому, пожалуйста, вот те, кто учится, подключитесь, и мы на следующий обязательно проведем. Так, есть ли вопросы? Вот я постаралась как бы для вас такой обзор с примерами, но уже даже спешу. Почему? Потому что вдруг опять что-нибудь отключится. Продолжение следует...